МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В связи с последними событиями детский врач, как это иногда бывает с детскими врачами и в России, решил обратиться на камеру к россиянам, ко всему миру и к своим соотечественникам тоже. И сделал такое 9-минутное, записал выступление, которое собрало почти миллион под миллион под 900 тысяч, если быть точным, просмотров на YouTube. Три дня назад было записано это обращение. Давайте посмотрим один из самых ярких фрагментов. Вот эти последние два дня я постоянно разговариваю со своими друзьями, пациентами, читателями из России, и я вижу четкое разделение общества. Я вижу разделение общества на тех, кто в интернете, и на тех, кто перед телевизором. И я четко понимаю, что те, кто перед телевизором, искренне пытаются сейчас меня и моих детей спасать. Ребят, самое ужасное потрясение, которое вот есть сейчас для меня, это то, что я вижу по российским каналам. Такой лжи не было никогда во всем Советском Союзе. Я, слава Богу, или не слава Богу, много лет жил в Советском Союзе, и мы знали, что там и тут, в телевизоре и в жизни по-разному, но то, что происходит сейчас, это просто катастрофа, это информационный геноцид. Ребят, никто нас не убивает. Никто в моей Украине не мешает мне говорить на русском языке. Ребят, вы все, ну, по крайней мере, те, кто знает, кто такой доктор Комровский, вы видели школу доктора Комровского? На каком языке школа доктора Комровского? Она на русском языке. Более того, те наши мамы, которые разговаривают на украинском языке и которые приходят на съемки, они вопросы задают по-русски, чтобы нашим друзьям из России было это понятно. Два самых знаменитых ведущих ток-шоу в нашей стране – это россияне. Савик Шустер, ну, полуроссиянин, скажем так, и Евгений Киселев. Они ведут политические ток-шоу в Украине на русском языке, а все вокруг говорят на украинском. И когда я слышу о том, что, оказывается, новая власть приняла закон о запрете русского языка, о том, что здесь по улицам бегают бандеровцы, бандеровцы, я сам хочу на него посмотреть, на этого бандеровца, это как вот какая-то, знаете, злая ведьма, которая где-то летает, о ней все слышали, но никто не знает, что это такое. Я даже сегодня читал сравнение бандеровца с чупакаброй. Вот они бегают, что-то едят, но кто это, где это, этого никто не видит. На самом деле у нас много, очень много, ребят, реальных своих проблем. Более того, все наши проблемы абсолютно идентичны вашим проблемам. Точно так же, как и у вас. У нас нечестный суд, у нас жуткая коррупция, у нас абсолютно деградированная медицина вообще, и педиатрия в частности, и тот уровень медицины, который у нас и у вас, вот это и есть настоящая проблема, это реальный повод для спасения. Только, пожалуйста, дайте нам самим с нашими идиотами разобраться. Мы сможем. Поверьте, и никто в моей стране не будет мешать нам общаться так, как мы хотим общаться. Замечайте, как быстро устаревают новости. То, что еще вчера казалось, ну, самым важным острым, сегодня уже отошел на второй план, а на первый план вышло слово «Крым» большими буквами. Прямо сейчас на связи со студией «Дождя» одесский врач Евгений Комаровский, на связи по скайпу из Харькова, и обсудим с ним и последствия этого обращения, и последние новости. Евгений Олегович, здравствуйте, как слышите меня? Здравствуйте, слышу прекрасно. Вы на свое обращение, как я понимаю, получили массу комментариев в интернете, и включая, насколько я поняла, негативные комментарии. Каких все-таки было больше, и какой в целом получился эффект? Вы не жалете о том, что записали вот это обращение, оправдало ли себя ваше намерение, скажем так? Ну, наверное, о жалости никакой речи не идет, поскольку у меня не было другого выбора. Вы даже представить себе не можете, в каком состоянии мы здесь все находились. Вот просто представьте себе ситуацию, когда вся страна, вся Украина сидит перед телевизорами и смотрит заседание Совета Федерации. И там, под председательством уроженки Черкащины, принимается решение о том, что президент имеет право применить военную силу на территории Украины. Заметьте, не в Крыму, а на территории Украины. А мы здесь в 40 километрах от границы с Россией, и еще и учения идут, понимаете? И если бы просто понимали, в каком состоянии находились женщины наши, вот какими глазами смотрела ли мне жена, зная, что у нее двое взрослых сыновей. И это же показывали постоянно всем, это все видели. Вот в чем ситуация. И мы понимали прекрасно, что мы все, вот люди, мы заложники политиков, мы ничего не можем решить. И поэтому, к кому я могу обращаться? Кому я вообще, как детский врач, имею право обратиться? Ну, кто меня будет слушать? Я не политик, я не бизнесмен. Я обратился к родителям России. Вот просто с попыткой объяснить, что если есть какие-то проблемы между людьми, между людьми, то люди кем и отличаются от зверей, что они решают проблему интеллектом, а не автоматами. Вот это, я хотел, чтобы услышали именно это, что да, на Украине безумное количество проблем, безумное количество проблем, но на Украине нет проблем, для решения которых нужны люди с автоматами в руках. Когда сегодняшнюю новость услышали о Крыме, какое почувствовали, какое чувство возникло? Возникло чувство бессилия. Это самое страшное. Вот знаете, на самом деле, врачу это чувство очень часто знакомо, когда ты там видишь анализу и знаешь, что все, это все, ничего сделать нельзя. Но тебе надо как-то с этим жить. Вот я не могу сказать, что судьба Крыма уже решена, и ничего сделать нельзя. Я просто вижу совершенно четко, что мы все куклы. От нас не зависит ничего. Вот есть такие люди, крымчане, севастопольцы, татары, русские, украинцы, они сейчас, они никому не интересны, на самом деле. Никому. Есть ребята, здоровенные дядьки, причем не те, которые с пулеметами там стоят, а те, которые сидят сейчас в кабинетах, обсуждают, звонят по телефону. Они решают другие совершенно вопросы. Кто круче? А Украина это вот страна, которая попала между жерновов. И сейчас мы будем разбираться. Вот кто из вас круче, ребята? А заложниками этих ситуаций будут вот эти вот люди в Крыму, к сожалению. Давайте в разговор впустим третьего собеседника, на связи со студией Дождя, сейчас Олег Волошин. В прошлом Олег, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины. Я потому еще упоминаю этот титул, потому что надеюсь, что именно Олег нам поможет немножко разобраться и с международным правом, и с украинскими законами, которые, наверное, какие-то свои диктуют правила в отношении Крыма. Олег, здравствуйте. Как вам крымские новости? Да, добрый вечер. Вы меня хорошо слышите, потому что я поставлю... Да, да, мы слышим. А вы меня? Ну так, если можно, чуть громче, пожалуйста. Так себе, да, можно, конечно. Вот пару часов назад министр юстиции Павел Петренко сделал заявление по поводу Крыма, и потом фактически в Брюсселе повторил его слова Арсений Ценек, только более развернуто, что судьба Крыма – вопрос общенационального, а не регионального референдума, как минимум. Ваше мнение по этому поводу? Точнее, может, как-то это дополните и объясните нам, потому что и в России люди, вот в Твиттере сейчас очень много пишут на тему законов. В принципе, вот, очень несколько важных моментов. Первое. Я сам русскоязычный украинец, родом из Николаева, из Юга Украины, который теоретически тоже обсуждается, там, что мы все прям спим и видим, мои родители, кстати, живут в Николаеве, присоединятся в эти штабрытики. Это абсолютно неправда. У них есть симпатия к России, есть принадлежность к русской культуре, и есть желание присоединяться к России. Вы спросите, кстати, русских в Латвии, которых, в принципе, достаточно активно притесняют, откровенно, в отличие от Украины. Там много желающих присоединяться к России? Нет. Почему? А что Россия – это какая-то процветающая, богатая страна, где гарантированы всем широкие демократические, гражданские права и возможности саморазвития? Конечно, нет. Наиболее огромное количество успешных русских сегодня живут в Лондоне. Вот поэтому непонятно, к кому присоединяться. И поэтому, когда вот, я даже только что слышал в эфире обсуждать, да, в Украине есть проблемы, но не надо их решать с военной силой, да вообще не надо решать проблемы русскоязычных России. У нас нет проблемы с русскими в Украине. У нас есть проблемы, скорее, с украинским языком, потому что в Киеве вы русскую речь услышите чаще, чем украинскую. Между тем, эта страна называется Украина, здесь есть доминирующие этносы, и по всем соцопросам показывается, что большинство здесь все-таки украинцев, просто есть часть из них русскоязычных украинцев. Поэтому не нужно решать проблему у русскоязычных украинцев, в принципе, ее нет. Как таковой. Есть проблема крымских татар в Крыму, которая связана с тем, что крымским татарам нужно каким-то образом землю вернуть, которую не хотели. Они не хотят жить там, где их сейчас селят, они хотят жить на южном побережье, где они жили исторически, а не в степной части Крыма. Эта проблема есть. Но ее не нужно, опять же, решать вообще не то, что военные силы, а то, что не должна решать Россия. Вполне может решить Украину. Олег, вот Евгений Комаровский, простите, что я перебиваю, Евгений Комаровский, который на связи сейчас с нами из Харькова, он говорил о том, что сегодня, услышав новости из Крыма, испытал некое чувство бессилия. Какие чувства испытали вы? Что-то собирается ли делать в Киев, как настроены, по вашим наблюдениям, и власти, и люди, и что вы вообще об этом думаете? Эта ситуация, она как-то отыгрываемая? И как она может быть отыгранная? Я испытал чувство восторга. Знаете почему? Потому что это очень похоже на действия украинской власти, ситуация с Майданом. Совершить какое-то бесконечное количество идиотских, глупых действий, которые в итоге приводят к краху. То есть у Януковича было колоссальное количество возможностей захомутать эту всю ситуацию, свести все бесконечным переговором, развести, грубо говоря, всех, и спустить Майдан на тормозах. Он пошел по пути эскалации, и в итоге, где он сейчас, все мы знаем. То есть Путин идет абсолютно таким же путем. Он создает сумасшедшую эскалацию, которая вас, россиян, в итоге приведет к серьезной катастрофе. И в экономическом плане, и я думаю, и в политическом. То есть я сегодня искренне, как человек, который желает сохранить целостность Украины и видеть Украину в составе западного сообщества наций, я искренне рад этому безумному решению. Потому что, во-первых, если Путин сейчас откажет, то он будет выглядеть слабаком в глазах своих уропатриотов. Если он поддержит, то Россию ждет жесточайшая изоляция, которую она видела. Но даже Советский Союз такой не сталкивается в последние годы своего существования. Вот какие у меня чувства. Евгения, я обращусь к Евгению Комаровскому. Вы на связи, да? Вы слышите хорошо разговор. Скажите, пожалуйста, а как настроены люди вокруг вас в Харькове? Вообще, что думают по поводу Крыма? Есть ли какое-то... Даже не чувство бессилия, я бы сказала. У меня есть ощущение вот из разговоров, из записей в соцсетях, что есть некое чувство, ну, даже какой-то, ну, обреченности, может быть, в этом смысле, и даже некое облегчение люди испытывают. Прямо если, ну, ладно, хотя бы так хоть какая-то определенность. Там что будет дальше? Вот этот прогноз Олега Волошина мы слышали. А как настроены люди в целом? Кто-то может быть настроен, я не знаю, сражаться за Крым, кто-то действительно мысленно уже потерял его. Люди прекрасно понимают, что если пойдет развитие вот по тому сценарию, который сейчас прописан, вот этот референдум, вот это правительство, то процесс этот не имеет конца. Просто возникает горячая точка, начинается эскалация конфликта, начинает литься кровь, и литься она может бесконечно долго, пока не будет какое-то другое решение, принципиально другое. Это люди понимают. Меня как врача, еще раз фиксирую, волнует кровь, больше всего на свете. Я прекрасно понимаю, прекрасно понимаю, что решение проблемы сейчас может быть только одно. Это нормальные, возврат Крыма в площадь существующей Конституции. Потому что всем очевидно понятно, что это марионетки, что они ничего не решают, что каждое слово правительства Крыма, это диктуется за пределами Крыма. Это уже написано. Это понимают все. Это бабушка на скамейке понимает. Все. И не надо думать, что мы тут все, все знают цену референдума. Ни одна страна мира его не признает. Россия признает. Дальше начнется просто брата убийства. За деньги. Потому что, ну вот, и все. О чем тут можно думать? Другой вопрос в том, что я, в отличие от нашего собеседника, не могу испытывать восторга от того, что огромное количество жителей России испытают разочарование, потерю близких, проблемы с экономикой. Ну, как можно? Надо решать вопросы, еще раз, учуя внимание, политической плоскости. Надо немедленно усаживать политикой силой. Народ должен потребовать от политиков, чтобы они сели, в конце концов, говорить, говорить, говорить и говорить. «Уйдите, ребятки, дайте мы решим проблемы сами». Никто не признает тот факт, что Крым ушел к России. Вы понимаете, что сейчас реально по существующим законам российским, которые вы пытаетесь принимать, получается, что забрать себе Крым легче, чем усыновить ребенка в России. Вот же в чем проблема. И кто с этим согласится? Это сильное сравнение. Спасибо, Евгений. Евгений Комаровский, детский врач из Харькова, был на связи со студией «Дождя». Я благодарю второго моего собеседника, Олег Волошин, был на связи с Киевом. Обсуждали сегодняшние новости из Крыма. Сейчас продолжим. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»